Девушки отдыхают Девушки отдыхают Идейные вдохновители ведущие Сейчас я вам расскажу, для чего это все Дело в том, что я смотрел много видео на ютубе Но среди них не нашел того, что было мне нужно И поэтому я решил сделать свою собственную Гаражно-развлекательную передачу С москвичом и реставрацией Итак, поехали! А почему собственно москвич, спросите вы? Пожалуй, у всех свои причины, почему именно москвич И моя не слишком оригинальна Мне просто нравятся эти машины Когда-то эту машину хотели покупать люди Когда-то она была вполне современной, практичной А главное, неприхотливой в использовании А сейчас же Это просто автомобиль, который несет в себе дух эпохи Который лично мне очень близок Но, к сожалению, сейчас Осталось очень мало машин, достойных к техническому состоянию А еще я люблю все делать сам И поэтому два года назад, когда я брал эту машину Я прежде всего думал Нужно ли это? Ну, сейчас я понимаю, что мы скончим Это моя причина Субтитры сделал DimaTorzok Итак, с чем же мы будем иметь дело? Для тех, кто не знает Это москвич 2140 И это последний классический москвич Выпускать такие машины начали в 1976 году Конкретно это 1978-го А это значит, что ей уже 38 лет Что же у нас с технической частью? По технике здесь все очень просто С завода машина оснащалась двигателем на 1,5 литра В 75 лошадиных сил Что позволяет разгоняться до сотни Ну, где-то за 19 секунд по паспорту Максимальная же скорость, которую можно развить Управляя этим кораблем Составляет 140 км в час И поверьте мне Любой маломайский исправный москвич Свои 140 поедет Коробка 4-х ступка Конечно, механика Привод задний Передняя подвеска Независимая, рычажная Ну, а вот сзади Нетипичное для сегодняшнего дня решение Это рессоры Которые можно сейчас встретить Только разве что на какой-нибудь коммерческой технике Грузовиках или внедорожниках Раньше, чтобы встретить такую машину Достаточно было просто выйти на улицу своего города Но сейчас встретить в ухоженном состоянии Какой-нибудь 40-й или 412-й москвич Довольно сложно Даже на окраинах страны Виной тому, конечно, и отсутствие запчастей в магазинах И общий загубленный престиж марки Поэтому неудивительно, что Их место вытеснила Волгская классика И можно, конечно, долго говорить, что машина устарела Что ей уже 30 лет Ну, позвольте Семерки родом из тех же 80-х И наличие инжектора не делает их современными А тем не менее, они ездят по улицам городов в огромных количествах Ладно А что у нас по салону? Ну, говоря о салоне москвича Хочется сказать о двух вещах На которых, собственно, и базируется московская классика Это отличная обзорность И удобство посадки Материалы изготовления всего, что меня окружает Даже на сегодняшний день достаточно качественные Это такой твердый пластик Он достаточно приятен Единственная его проблема Это то, что со временем начинает трескаться приборная панель посередине Ну, и еще в некоторых местах Ну, что поделать Это время От этого никуда не избавишься Ну, вообще, конечно, на сегодняшний день Салон, конечно, простоват Как сказали бы Какие-нибудь маститые обзорщики Но для того времени, понимаете Тогда было совсем другое время И этого было достаточно Да Итак, что же мы видим здесь Это машина 78-го года Как я уже говорил И поэтому в ней еще сохранились вот такие вот Пережитки, так сказать, прошлого А именно это угловые форточки Потом в ходе модернизации От них отказались Но, честно сказать, я не понимаю, зачем это Реально очень удобная вещь Конечно, никаких кондиционеров здесь и в помине нет И когда ты едешь на скорости Вот эта вот замечательная вещь Позволяет направить тебе поток воздуха прямо в лицо Это очень освежает Очень охлаждает Это действительно здоровская вещь Зачем отказались, не знаю Дальше Рулевое колесо Оно, по сравнению с предыдущими моделями Москвича Уменьшилось И стало мягким Травмобезопасным Таковы были требования Тогдашних времен Как видите, все элементы конструкции Которые раньше были железными открытыми Теперь мягкие Иначе эту машину просто не разрешили бы к выпуску Потому что строгие европейские правила А почему именно европейские? Потому что продукция АЗЛК отправлялась на экспорт Именно из-за них Мы видим то, что мы видим Все мягенькое И в принципе удариться обо что-то очень жестко Ну, по тем меркам того времени Нельзя Так вот, что же у нас, собственно, на приборной панели Это спидометр Который занимает центральную часть приборки Также это датчик уровня топлива Давление масла Температуры И амперметр Который сейчас не часто встретишь на машинах Я даже сказал Вообще не встретишь И также ряд сигнальных лампочек Которые нас оповещают О включенном ручнике О включенных поворотниках Габаритных огнях И дальнем свете Какие же еще есть органы управления? С левой стороны от руля У нас два лепестка Это, конечно, управление поворотниками И ближним дальним светом Они глобные И нареканий лично у меня не вызывают Хотя это, конечно, дело удобства Дело привычки Здесь же располагается кнопка включения печки Моторчика Обдува И у него есть два режима Если на первом режиме он дует тихо То на втором он становится довольно-таки шумным Но при этом он всего лишь дует А вот греть Здесь, конечно, у нас проблемы Которые я буду решать В процессе ремонта Модернизации С правой стороны у нас кнопки включения габарита И подсветка приборной панели Также у нас два обдува Два воздуходува Как их назвать В общем, из них Всегда будет дуть только холодный воздух Который будет забираться прямо возле лобового стекла То есть, даже если я включу печку Отсюда, да, это может быть в новинку Разве что владельцы Гелендвагена оценят это Так же, как и я В своем москвиче В общем, да, отсюда будет дуть только холодный воздух Который будет забираться напрямую с улицы Здесь у нас рычаг подсоса Давно забытая владельцами современных автомобилей вещь Удобная кнопка аварийки Которая просто вытягивается на себя И три рычага управления печкой Которые, собственно, делают всего три простых вещи Это холодно-горячо Куда дуть? И вот этот вот последний рычаг отвечает за открытие или закрытие Того самого лючка, который находится перед лобовым стеклом Здесь у нас находится аудиосистема штатная Всего с одним динамиком, который находится здесь прямо посередине Приемник простой и, в принципе, исправный Работает, ловит какие-то станции Но в дополнение к нему у меня есть небольшие авторские модернизации А именно, я сделал вход на 3,5 и могу слушать музыку с телефона А также здесь есть вот эта вот коротковолновая приставка Которая расширяет возможности штатного приемника И, в общем-то, это довольно редкая вещь Вы ее не встретите на большом количестве машин И она позволяет ловить какие-то очень необычные волны для нашего времени Я, в общем, ловил прямо здесь какие-то немецкие, иранские, китайские каналы В общем, это короткие волны Также многим неизвестно, что вот это за окошко Которое здесь есть на всех машинах Но мало кто знает, для чего оно вообще нужно Дело в том, что на машины первых выпусков устанавливался сигнализатор о непристегнутых ремнях И здесь стояла красная такая заглушка с надписью «Ремни» И когда водитель или его передний пассажир не пристегивался Здесь горел красный светодиод Точнее, конечно, это был не светодиод, а самая обычная лампочка Да-да-да, и тогда уже была такая функция Правда, потом от нее очень быстро избавились В ходе каких-то модернизаций Буквально сразу от нее отказались В угоду удешевлению конструкции и упрощению ее Также здесь вы видите заглушку А вообще здесь мог устанавливаться переключатель режимов обогрева заднего стекла Да, это тоже штатная функция и была на ряде машин Что еще сказать можно о салоне? Ну, бардачок Он не слишком большой И вмещает в себя, ну, в общем, вот такой формат А4, как сейчас некоторые меряют, уже засунуть довольно проблематично Но, знаете, для моих нужд вполне хватает этого бардачка Главное, что, пожалуй, нельзя передать на видеокамере Это запах Здесь он как в старой машине Если вы понимаете, о чем я Для некоторых это может быть запахом детства Когда они ездили когда-то очень давно со своим дедушкой или отцом Куда-то, в каком-нибудь старом москвиче, как этот, или в Жигулях Это тот самый непередаваемый запах всех этих обьючных материалов Не знаю, изоляции, масла, бензина Я не знаю, что это за смесь, но Она дает ту самую непередаваемую атмосферу Которая царит, когда ты садишься в салон Что касается же внешнего вида То, я думаю, вам все и так ясно Но я скажу, что этот автомобиль стильный Виной тому Множество хромированных элементов Шильдики разнообразные кругом Но что хотелось бы отдельно отметить Так это вот эта стойка Фонарик на стойке Он служит для того, чтобы вы могли оставить свою машину В темное время суток где-нибудь на обочине Вы можете включить его либо с этой, либо с той стороны И таким образом Не тратить заряд аккумулятора на все гаваритные огни А оставить только эту маленькую лампочку Которая назад светит красным Вперед светит белым Все просто И что еще хотелось бы отметить Это, пожалуй, особенность именно москвича На других отечественных автомобилях я такого не встречал Это то, что заправочная горловина находится сзади, прямо посередине То есть вам не нужно думать, какой стороной подъехать к заправке Вы просто подъезжаете любым абсолютно боком, открываете и заправляетесь, собственно Это удобно Но когда машине уже под 40 лет У нее просто не может не быть проблем Особенно если она большую часть жизни не стояла в гараже А использовалась по прямому назначению И я уже четвертый владелец этой машины И у меня только два варианта оставалось Либо продолжать ездить на ней дальше И добивать Либо заняться тем, чем я решил заняться То есть реставрацией И я к этому подготовился Я купил ряд инструментов, которые мне понадобятся Компрессор, сварочный аппарат, какие-то другие инструменты Что-то я уже делал Но какие-то вещи, их большинство, мне придется делать в первый раз Мне нужно будет полностью разобрать машину Очистить ее от краски Пороги, крылья Я думаю, это будет интересный опыт И, возможно, он будет интересен также и вам А теперь, когда решено дать машине новую жизнь Осталось просто заехать в гараж И начать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok